Добрый день, Андрей Андреевич, спасибо за кулон Ямантаки, Лакшми и барабанчик, они очень красивые. Скажите, пожалуйста, в Ямантаки нужно начитывать мантру или все можно носить на шее? Все можно носить на шее, все совершенно не требует дополнительного настраивания и так далее. Поэтому просто носите. Почему носят на шее? Что это такое? В случае, если есть какой-либо талисман, то его прикладывают к груди, и тогда такой талисман работает с человеком. Я начал фотографировать, вы, наверное, видели определенное изображение, то есть брал обычный талисман какой-нибудь или ритуальный предмет, прикладывал его к груди через камеру, которая снимает ауру, показывал, как изменяется аура. Это все было отснято на протяжении одной-двух минут, то есть разные предметы я прикладывал. Оказалось, что самое лучшее место для влияния такого талисмана или оберега является как раз место, когда человек прикладывает данный талисман к своей груди. Так талисман, независимо ни от чего, работает более эффективно. Что это за талисман, кстати, раз я уже показал? В Тибете горы, и в этих горах часто работают пастухи. Они выгуливают крупный рогатый скот или мелкий скот, и это является их работой. И в большом количестве в горах попадаются черные камни, которые на самом деле являются осколками астероидного железа. То есть это метеориты. Такие метеориты всегда собирают и выливают из них определенные символы, которые в дальнейшем являются символами защитными. Таких символов используют в Тибете пять. Первое это бусина дзы, которая называется застолбить. В случае, если у вас высокая должность, или у вас высокое положение в обществе, если вы хотите всегда, чтобы у вас сохранялась семья, если вы хотите, чтобы помещение принадлежало вам и так далее, то необходимо такой символ повесить либо в помещении, либо носить его на груди, либо где-то повесить таким образом, чтобы он висел. Такой символ называется обелиск и бусина дзи с двенадцатью глазами. Она сделана из такого астероидного железа. Бывает еще символ Манибхадра, это коровка для того, чтобы родить ребенка, и в семье были семейные, семейное счастье. Есть еще символ женщины, которая оберегает детей, младших особенно. Есть также символ круг, который называется кругом Ямантаки, оберегающий очаг и тепло в семье, чтобы не сглазили. А есть еще вот такой зуб, его тоже делают из астероидного железа. На нем изображен зуб и является элементом защиты от врагов, элементом защиты от воровства в помещении и так далее. Вот такие бывают разные символы. Кстати, и бусин у дзи, и символ вот такой можно купить в моем телеграм-канале. Ссылку на свой телеграм-канал я оставлю после окончания данного видео. Вот такие красивые. Они сделаны из астероидного железа. В одной провинции Тибета это все выпускают. Ну и слава богу, это можно привозить на территорию моей страны.